Приветствую! Много будете знать? Быстро состаритесь! Или пчелы против меда? Мне кажется, именно под такими лозунгами проходило голосование Верховной Рады за законопроект 9587D. Это тот самый законопроект, который касается взаимоотношений государства, а если быть точнее, чиновников и общества в контексте открытости, в контексте открытости чиновников перед обществом. Это тот законопроект, который затрагивает вопросы реестра коррупционеров, реестра деклараций, которые должны быть открыты для общества. В цивилизованной стране, вот там, где чиновники открыты перед обществом, чтобы каждый человек мог зайти и посмотреть, а какие доходы у этого чиновника, вот у конкретного депутата, министра, главы райадминистрации, прокурора, судьи и прочих, и подумать, стоп, если у него есть зарплата в 50 тысяч гривен, то каким образом он ездит на автомобиле ценой в сотни тысяч долларов, чтобы люди могли видеть, кто перед ними, кто те самые народные избранники. Но, но, вносим законопроект, и что делают народные избранники? Говорят, друг, много будешь знать, скоро состаришься. Поэтому, я думаю, они таким образом же просто беспокоятся о нашем здоровье, чтобы мы не старились быстро. Вот, и поэтому они закрывают реестры, и говорят, ну, вернее, не открывают, да, и говорят, что не нужно вам знать, не нужно вам знать, кто сколько когда украл, не нужно вам знать, кто из депутатов продавал, там, например, справки через шлях, да, выезд через шлях. Хотя мы знаем, ДБР нам показывала. Не нужно вам знать, кто из чиновников воровал гуманитарку. Хотя мы и так это знаем, ДБР тоже показывала нам, да. Но вот вопрос. Во время войны, когда общество смотрит пристально на чиновников, когда есть яркие коррупционные скандалы, обвинения в коррупции, мы берем и говорим, а не на часе, а не нужно вам это знать. Потом, узнаете после войны, и при этом, что они делают? Они объясняют непредоставление нам доступа к реестрам. Знаете чем? Я видел одно объяснение, классное. Там забота о людях. Там вот человек объяснял, говорит, мы это все делаем на том основании, что нас попросили депутаты местных советов, которые проживают на оккупированной территории. И, мол, чиновники там, которые вот близки к этим оккупированным территориям, они попросили закрыть, чтобы, мол, страна-агрессор не узнала о том, кто, что и как. И я как бы сижу и такой думаю, ну вот хорошее же объяснение. То есть сидит человек в Киеве, депутат такой хороший, либо министр, и говорит, я считаю, что нужно закрыть реестр именно потому, что вот там где-то в Купенске, там может этот реестр негативно повлиять на конкретного депутата какого-то. И я же здесь ни при чем, я ни при чем, да, я при чем здесь я, я здесь не при чем. Я бы открыл реестр про себя, все бы открыл, все рассказал, все показал как есть, но я забочусь о том человеке. Я верю, я верю, логика правильная, нужно о том человеке заботиться хорошо. Ну так давайте так и сделаем тогда. Раз вы выбрали такое объяснение, так давайте закроем декларации тех людей, которые являются чиновниками, депутатами на территориях, которые оккупированы, либо там на вот линии соприкосновения там находятся, да, вот где-то там, где ведутся боевые действия. А при чем здесь чиновник, сидящий в Киеве? А при чем здесь чиновник, сидящий, там не знаю, в Виннице, в Ужгороде, во Львове? Они здесь, при чем, каким образом их интересы затрагивает? А затрагивает, понятно, потому что есть имущество, оно появляется откуда-то, и почему-то имущество появляется в больших объемах, чем это, скажем так, предполагает зарплата чиновника. И, конечно же, мы хотим закрыть реестры. И нам все равно, что МВФ, что все цивилизованное общество, в которое мы так стремимся, хочет, чтобы мы открыли эти реестры, и чтобы это все было прозрачно. И нам все равно, что общество хочет посмотреть, кто как обогатился во время войны, а потом задать вопрос, а откуда деньги? А потом сопоставить пропажу гуманитарки и появление доходов каких-то непонятных у чиновника, и поинтересоваться, а как так? Но нет, друзья, нет, этого мы не узнаем, потому что реестры будут закрыты. Но есть и хорошая новость в этом контексте. НАЗК, то есть Национальное агентство противодействия коррупции, оно сейчас говорит, уже сделало заявление, что мы будем обращаться к президенту с просьбой наложить вето на этот законопроект. Потому что вот эта тогда деятельность НАЗК, она тоже становится такая сомнительна, да, а ради чего мы создавали этот орган. Будем смотреть, возможно, президент наложит вето на этот законопроект. А если не наложит, и независимо даже от того, будет вето или нет, я в описании к видео оставлю ссылочку, ссылочку на голосование, на результаты голосования, поименные результаты голосования за этот законопроект. Там, где 305 депутатов слились в едином порыве и проголосовали за этот законопроект. Причем, знаете, как вот набрать большинство голосов, бывает 226 голосов, сложно за законопроект, который в интересах людей. Сложно набрать 226. Как только касается интересов чиновников, прям такое единство у нас в Верховной Раде. Прям все те, кто бьют друг другу лица на камеры, да, вот там сливаются в едином порыве и становятся такими очень дружественными друзьями и голосуют все так, как им нужно. А может все-таки стоит начать голосовать так, как нужно людям, людям, которые вас выбирали. Но это мои фантазии, понятно, комментарии про розовые очки здесь будут очень даже уместны. В чем смысл этого видео, скажете вы? Ну, во-первых, информировать вас о том, что есть такой законопроект, который депутаты поддержали и который они поддержали в своих интересах и закрывают от нас ту информацию, которую мы хотели бы знать. А еще практическая польза этого видео, она в этой ссылочке, в ссылочке на поименное голосование. И когда будут следующие выборы, а сейчас уже разговор пошел про выборы, да, вы сможете зайти по этой ссылочке и посмотреть на следующих выборах, а как этот депутат голосовал. И задаться вопросом, если депутат голосовал за то, чтобы люди не знали о доходах чиновников, о доходах депутатов, то, наверное, ему есть что скрывать или нет? Или почему же он так голосовал, да? Вот у меня вопрос такой есть. Мне кажется, что, наверное, кому-то из них есть что скрывать. И эти люди не открыты для народа. И возникает вопрос, а нужно ли нам за них голосовать на следующих выборах? Подумайте об этом. И в конце я вам пожелаю удачи, благополучия, конечно же, мира, ну и прихода, наконец-то, в Верховную Раду Украины тех депутатов, которые будут думать о благе государства и каждого из граждан этого государства, а не только о себе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»